здравствуйте дорогие друзья текущий патч принес нам не только новые машины но а также механики и об одной из них мы уже говорили это наведение знитых управляемых ракет с помощью фотоконтрастного режима ну и разбирали это дело на примере советского зрк стрела 10 как оказалось фартанула не только советом повезло еще и японцам бешеная японская табуретка пикап с четырьмя азурами type 93 тоже получил возможность наведения через фотоконтраст до беру него маленький 9 3 и в общем-то дальность поражения менее пяти километров собственно поэтому разработчики подумали что нужно дать что-то более серьезное и далее type 81 7 о нем то мы сегодня и поговорим во многом эта машина напоминает стрелу также 8 ракет также возможность наведения в двух режимах инфракрасном и конечно же фотоконтраст у обоих зрк отличные характеристики и во многом схожи хотя нужно отметить что все таки у тайпа 81 рука немного длиннее но не все так просто из представленных характеристик сразу же можно отметить что type 81 си превосходит стрелу тут и дальность поражения выше все-таки можно брать цели на удаление 10 километров но на самом деле на практике где-то 9 с небольшим да действительно можно поразить цель при хороших условиях а в этом позже скорость также выше чем у стрелы 955 метров в секунду против 700 ну и конечно же перегрузкам здесь она заявлена в 35 же возможно мне просто не везло возможны проблемы с интернетом еще что-то но у меня сложилось стойкое ощущение что по перегрузке стрела ничуть не хуже а то и лучше оба этих зерка крайне опасны для авиации единственное тут надо отметить что у стрелы нет теплоизора и это конечно же делает ее несколько менее эффективной стрела обладает лучшей проходимостью все-таки гусеничное шасси но и к тому же умеет плавать ну а наш тайпу 71 плавать не умеет но зато скачет очень бодро по картам максимальная скорость 90 километров в час но не всегда она развивается но 70 75 вы можете скакать уверенно по нормальным грунтам в отличие от бронирования никакого нет поэтому даже самая невинная очередь вашу сторону может поставить конец на вашей игре ну либо осколки от недалеко упавшей бомбы тоже приведут в ангар вернемся немножко в конспирологическое русло в первые недели после обновления эта машина как-то не сильно страдала от погоды да есть тут некоторая зависимость фотоконтрастный режим не всегда работает идеально и вот сейчас если стоит серьезная дымка если достаточно облачно плохая освещенность то фотоконтрастный режим работает намного хуже в отличие от инфракрасного сразу же обращайте внимание на погоду ну а также с какой стороны светит солнце если солнце подсвечивает цель вроде как это даже лучше если наоборот бьет вам в глаза то тут опять-таки есть некоторые проблемы с наведением вообще бывали бои когда цель наблюдалась прекрасно и погода была более-менее нормальная но цель не захватывалась не фотоконтрасте не вк-режиме и находилась на при этом на удалении около трех километров что сказать удивительное рядом но она запрещена как я уже говорил и стрела и тайпу 71c это крайне серьезные зрка и они уже повлияли на геймплей мало кто лезет наверх ну а кто лезет тот обычно оказывается на земле нет бывают случаи не за всем ты можешь уследить бывает что самолет успевает набрать высоту резко но и дальше раскидывает всем подарки включая и тебя но это исключение из правил авиации сейчас все больше ходит по низам и правильно делает там есть хоть какие-то шансы бэр у этого чуда 10-0 и думается мне что авиация на 10-0 перестала быть интересной так или иначе но авиация потихонечку потихонечку но давится и все в угоду глиномесом ну что вполне естественно war thunder это не про самолеты это уже давно про танки всем чистого неба и отличного настроения а